Всем привет! Сегодня в программе новости науки Саралины Киряевой способ уничтожения вируса герпеса. Отечественный протез, управляемый силой мысли и подготовкой высококлассных переводчиков. Подробности далее. Итак, в мире. Вирус герпеса, который до сих пор считался непобедимым, можно полностью убрать из организма человека на уровне генов. Это открытие сделали специалисты из Медицинского института Утриховского университета. В качестве борьбы с вирусом ученые использовали систему CRISPR, предназначенную для редактирования генов. Когда осуществляется разрыв цепочки ДНК, повреждения обычно восстанавливаются, но в этом месте часто возникают ошибки или мутации. Редактирование гена способно уничтожить дремлющий вирус. Если вирусная ДНК будет расщеплена в двух и более местах, весьма велик шанс на то, что вирус не будет в состоянии функционировать. А российские ученые из Томского политеха занимаются разработкой протеза, считывающего импульсы, посылаемые мозгом. Управляемой силой мысли искусственная конечность станет новшеством на внутреннем рынке. По словам научных работников, протез будет изготовлен с помощью 3D-принтера и оснащен несколькими датчиками, считывающими сигналы, которые посылает мозг в здоровую часть тела. Он поймет команду и выполнит то или иное действие. Если новая технология успешно пройдет испытание на 150 добровольцах, ученые усовершенствуют ее, оснастив самообучаемым программным обеспечением. Массовое производство также планируют осуществить с помощью 3D-принтеров уже в 2018 году. И напоследок в Татарстане перспективы совместной подготовки переводчиков обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета в университет имени Йохана Гутенберга. Особое внимание в рамках визита было уделено обсуждению организации академического обмена между нашими университетами, разработке совместных курсов в рамках основных образовательных программ по переводу и переводоведению, в том числе дистанционных созданию сетевых магистрских программ, а также совместных научных проектов. А на этом все.